дорогие друзья уважаемые территории всех приветствую с вами педра мрауф и вы смотрите ежедневный обзор рынка в течение этой программы мы будем посмотреть что происходит на фоновом рынке на рынке криптовалюты также на рынке форекс а посмотрим что происходит другими активами о которых вы нам в комментах писали по поводу российского рубля мы его тоже кс сегодня разберем давно об этом писали к сожалению тот момент немножко был пропущен по поводу календаря мы разберем посмотрим что на сегодня есть и в целом перспективы дневного внутридневной торговли посмотрим со вчерашнего дня что случилось по прогнозам какие приблизительно активы двигались в каких ренджах и как целом сегодня и сейчас могут они двигаться дальше как обычно самого важного наверное со вчерашнего новости начнем который по факту касается можно сказать что приблизительно сегодняшний уже инфляции в великобритании о котором кстати предупреждали власти и в целом к нему готовились и она вышла выше ожидания получается инфляциях в великобритании но на как вы знаете даже европейский центральный банк и сам власть сама власть в великобритании частей спроса бурсом джонсона не гораздо раньше чем сам фрс начали говорить об ужесточении монетарной политики и как мы видим по факту сама эта ситуация как бы было предупреждением насчет того что инфляция может по факту вырасти еще больше и они уже по факту готовы к сужению как говорится политики ужесточение политики и возможно повышение процентной ставки такая ситуация может в дальнейшем привести тому что относительно фунт получит какую-то там поддержку но поскольку доллар сам по себе смотрится очень сильно сейчас из-за спада на фондовом рынке поэтому ситуации может быть немножко по-другому двигаться то есть опять же тут не получится новостями чисто исходя из каких-то релизов делать вывод потому что есть более важные факторы которые сейчас двигают рынками такие как спад фондового рынка который начался еще приблизительно в начале недели если не ошибаюсь мы посмотрим сейчас графики и точно разберем и это вещи которых тоже о котором тоже мы в ресурсах предупреждали по факту по поводу китае есть приблизительно довольно хорошая новость по поводу того что но есть относительно такая рост который чувствуется в китай китай очень хорошо еще полгода назад начал сужать эту политику свою ужесточать его и снять снимать ликвидность с рынка что привело к охлаждению рынка но как мы видим сейчас китай по факту уже начинает набрать обороты есть определенные сигналы к этому мы их не индексы тоже приблизительно разберем посмотрим чтобы было более или менее понятно просто мы фунта уже разберем вместе с форекс парами и там ситуация просто была спекулятивная вчера так тренд основной остался на рынке поводу китайского оплату китайских индексов просто мы вчера еще разбирали если помните и по факту говорили по поводу у снижения амплитудой по факту поджать и которые мы сейчас видим на а 600 и на ханг сэн кто же мы его видим единственное что-то поджать и глотально минимум могут лица может лица нас сейчас разверну развернуться вверх или же будет все-таки еще немножко просадка а затем вверх подниматься но тут как бы амплитуда довольно низкая то есть не такая сильно высокая поэтому в целом если в рамках такого канала цена снижается якобы флага до нисходящего к основанию рынка это по факту может оказаться разворотным сигналом но после какого-то импульса который заберет от 30 процентов то есть приблизительно будет составлять 30 процентов вот этого самого канала да это и есть клин это и есть флаг и так далее обратный флаг который по факту не является признаком продолжения тренда эти все технические моменты есть интернете можно посмотреть что поэтому тут есть по факту по ханг сэнглой по 600 китайские фондовые индексы есть некоторые сигналы единственное что а 50 на 15 минутном графике еще не прошла половину импульса вниз и же композит и также шанхай композит тоже находится довольно на ходову на хороших отметках шанхай композит вообще выше локальных максимумов насколько можно негативно рассмотреть на этот срыв на сформирование такой расширяющейся формации я не знаю но по факту скорее всего нужно дождаться последующего закрепления под локальным вот этим сопротивлением который давно недавно недавно пробилась вверх 3600 довольно важный индикатор довольно важный индекс поэтому исходя из того что очень импульсивно локальные минимумы недавно протестировались говорить о дальнейшем снижении к сожалению немножко трудно но в целом снижение может продолжаться но опять же насколько она будет сильной не факт кстати даже просто по азии мы продвинемся и по поводу вчерашнего обзора по поводу никея под японских индексов тоже говорили о том что они очень классно начали двигаться сегодня дневная свеча планете пиццу тоже открывается вверх и единственное что хай-тек японский точно также как и хай-тек американский они немножко под давлением находится на давлении особо таки не смотрится каким-то сильным сигналом разворота кого-то сильного сигнала разворота нам нету в общем по извиняюсь новостям прошлись единство что экономический календарь сегодняшний нужно еще разобрать пройдемся по ним посмотрим на индекс доллара на фондовый рынок сша тоже смотрим как они себя чувствуют сегодняшний календарь довольно такой не пустой богатый можно сказать сейчас я по канаде базовый индекс потребительских цен инфляционные как говорится данные релизы тоже нету предсказания о них то есть по факту не знаю насколько они выше или ниже выйдут и самое главное конечно же это запасы сырой нефти потому что ну инфляция канад это не так не такую же важно важно играю не сильно играет важную роль когда есть данные по запасам нефти которые больше влияют на ценообразование канадского доллара и вас декад то есть доллар сша дурка надо дефицит увеличивается это довольно хорошо то есть может быть хорошим сигналом предварительно для того чтобы не дальше рос в плане короткосрока ну и конечно же утром там завтра будут еще релизы по австралии по нам по новой зеландии которые негативные к сожалению в новой зеландии и изменение уровня занятости австралии которые тоже негативно то есть тут можно сказать что доллар возможно сша по отношению нзд и ауды могут быть может быть и с перспективы на завтра позитивным сильнее посмотрим на индекса доллара посмотрим на вчерашнего движения кстати вчера вышли данные вопреки ожиданиям о котором говорили гораздо ниже инфляция все-таки снижается но опять же если смотрю на сам индикатор сам индекс как вообще двигается индекс потребительских цен и также розыжная продажа и так далее но вот инфляция сама по себе да она снижается но опять же она довольно хороших отметках единственное что так как такие данные должны были хорошо сыграть для фондового рынка то есть должны хорошо быть хорошим сигналом для фондового рынка причем потому что если инфляция снижается то по факту и рынок труда все с ним будет в порядке и так далее с одной стороны с другой стороны инфляция уменьшается то если повышение процента ставки на это опять же когда будет тогда и будет единственное что вчера мы получили нисходящий импульс по доллару сша но как вы видите но доллар сегодня тоже по факту продлил импульс импульс но он ниже не хочет опускаться мое мнение исходя из ретеста довольно сильного ретеста поддержки извините меня пожалуйста за доллар рубль но по факту индекс доллара тоже приблизительно такая же ситуация вчерашний импульс и сегодня снова приближаемся к этому импульсу но как вы видите по факту есть поддержка раз здесь 92 40 который еще не прорвалась и тестируется и она недавно тоже протестировалась 92 40 92 20 отметки от которых мы отталкиваемся последнее время и как и вчера напомнили по поводу некоторых базовых отметок под которыми лучше на доллар смотреть как по медвежьему над которым стоит на доллар смотреть как по обычному там 92 60 по моему если бы 92 40 приблизительно над этими отметками то есть скорее всего 92 60 и поэтому пока ниже этих отметок и приблизительно где-то в районе ниже зеркальных отметок и по факту еще не добрались до самых минимальных точек то по факту по поводу доллара наверное сегодня в течение дня нельзя быть особо позитивным единственное что если еще нефть начнет расти то доллар на вряде сможет восстановиться посмотрим что на фондовом рынке со вчера было на smp 500 относительно восстановления до целевых отметок по факту приступ передущего максимума как по нашей стратегии по факту и является целевым и снижение до 4000 можно сказать 40 или же точнее 30 насколько можно ставить на дальнейший рост фондового рынка и по джонсу тоже кстати можно посмотреть он по факту минимума предыдущий пробил со вчера опустился вниз все таки и вопреки снижение цены доллара и как мы видим по факту и по фундаментальным некоторым данным есть вероятность того что цена фондового рынка может еще делать это как минимум 10 процентов 10 процентов снижения в течение этого месяца но это опять же анализ который дали некоторые учреждения банки крупные в течение прошлой недели и иностранные и американские о том что вредность того что фондового рынка сша еще будет страдать в ближайшее время высоко поэтому исходя из всего этого исходя из того что ну сам индекс доллара сможет достаточно можно сказать в стадии укрепления но находится над локальными минимумами над поддержками но по факту их тестирует довольно импульсивно и скорее всего находится в стадии очередного укрепления то плане среднесрока нельзя отталкиваться сильно от того что цена фондового рынка начнет расти снова сейчас и сегодня или же завтра прям по поводу s&p 500 снижение дальше локального минимума не пошла опять же насколько сильнее получим разворот это вы не знаете не знаю что можно брать отметку психологическую 35000 это подоживаться чтобы по итогам его последующего ретеста посмотреть что с ценой происходит если цена будет умеренно к ним продвигаться и поджиматься к нему это очень хорошо на 15 минутки или на 5 минуты нам таймфрейме лучше смотреть на момент прорыва момент вот здесь например после 500 лучше смотрит момент нынешнего прорыва по факту локального сопротивления на 15 минут нам и же на 5 минут нам который здесь когда-то же довольно хорошо смотрится и довольно хорошие поджатье но мы всегда берем середину золотую середину предыдущего импульса чтобы отталкиваться насколько еще есть энергия у инструмента и опять же если сильная консолидация и долгая консолидация то не факт что он вообще будет отреагировать на какие-либо параметры предыдущего импульса которые здесь приблизительно да то есть этому тоже обращать внимание особенно когда действительно очень длительная консолидация на график к сожалению не всегда можно отталкиваться от тех передыдущих максимумов и минимумов и целевых отметок которые были до них и возможно что импульсы будут очень неожиданными гораздо выше или гораздо нет то есть никто сторону который мы что но в целом по поводу фонда рынка вы наверное скорее всего поняли и по поводу ситуации по доллару тоже скорее всего единственно что фунт и сам евро по-своему тоже укрепляется поскольку опять же с момента когда они сказали чтобы сворачивать стимул и так далее фрс ничего пока не предпринимает евро со вчера до отметки целевой отметки 1 18 40 приблизительно поднялся до из после коррекции все-таки поднялся дальше поджимается смотрите по факту поджимается к отметке 118 то есть вот эта темпность насколько можно его ставить я не думаю что сильно много по поводу их него роста буду роста в целом роста фунта или евро и же австралийца или же новозеландцы 1 38 40 или же 50 для gbp в случае если протестируется импульсивно то это даст хороший хороший момент для того чтобы по факту задуматься о последующих продажах или же войти в них и же просто их спланировать угодов с традицией новозеландца тоже они не прорывают максимумы локальные по факту нету особого поджатия есть просто ретест очень довольно импульсивный ретест локального сопротивления я бы не ставили на я бы не ставил на сильное сильный рост этих двух активов по поводу ауде нз до обстоятельства в зеландии со вчера так и кстати случилось снижение до отметки которые мы говорили то есть мы там со вчера целились на 103 и как мы видим протестировался 103 но сейчас она как раз консолидируется почему исходили от этой отметки потому что исторически она была довольно важной она протестировалась приблизительно в январе девятнадцатого года и еще раз юрия шестнадцатого года gbp джейбивай фунт иена по ней с прошлого раза ретест локального сопротивления ну и дальше конечно же расширение ну или же вот этот срыв которыми видим очень красивые решились информация за которым всегда следует разворот тренда вот эта формация о котором вам говорю сейчас он просто в самом его прекраснейшим правильном в правильной форме она сформировалась за которым последовал разворот тенденции и по факту тоже до целевой отметки 150 40 дальше скорее всего у нас умеренное укрепление половину либо же 30 процентов этого импульса можно брать целью того чтобы цена коллекционно еще раз поднялся до отметки 151 80 152 фунт новозеландец тоже вчера не уговорили чисто в рамках пока века продолжать двигаться то есть тут по факту тоже есть и мы целились в этот боковик со вчера то по факту с довольно низкими стопами можно было осуществить довольно хорошие торги неоднократные и по покупкам и по продажам по фунт новозеландец дальше по факту видно что укрепление идет над 1 94 60 и насколько цена если радость того что его проверить я не очень уверен мне кажется что это это отметка относительно является такой зеркальной возможно его не случились и даже пробьют то это импульсивная инклюзивный пролива затем следует скорее всего разворот вверх по поводу золота и по поводу по поводу серебра и по поводу защитных активов в целом как видите 1800 наша любимая отметка со вчера протестировалась то есть цена по факту снизилась дальше вот это поджатие вниз она привела тому что цена протестировала локальный минимум чуть ниже даже опустил что конечно спекулятивно чтобы обнадеживать о том что цена золота еще пойдет ниже чтобы прибодрить медведей и просто убрать букву и затем 1800 снова тестируется и цена в данном случае сейчас протестировать его импульсивным образом можно сказать и я не очень уверен что снижение дальнейшее следует ближайшее время диапазон приблизительно такой для золота я думаю тише семьсот девяносто пять лишь 97-94 приблизительно вот где-то здесь цена может протестировать отметку но главное чтобы не поджимал раскатать отметки но консолидация в районе тише семьсот девяносто пять тысяча восемьсот или тысяча восемьсот пять в рамках этого боковика может продолжаться в дальнейшем по поводу серебра тоже такая ситуация минимум конечно и прорвалась развернулась вверх и двадцать три восемьдесят снова мы ниже него находимся цена может ниже пойти но есть снижение ближайшее будет сильно импульсивно это скорее всего цена хочет импульсивным образом еще раз сбросить быков и пойти скорее всего дальше вверх а ситуация который на фондовом реки сша позволит по факту защитным активом расти дальше платина вчера проведу свое снижение ниже локальных минимумов мы целились на один 940 прорван 940 ниже него находимся а дальше куда цена направится исторически к сожалению но есть тут диапазон но опять же тут есть по факту 900 отметка 900 на которой мы целились еще с начала недели по плате на погоду платье спрашивали по поводу платье мы сказали по факту что уверен с того что он дойдет 200 конечно прям что дойти до него ближайшее время мало но он все-таки направляется туда ближайшие целевые отметки были прорваны как мы видим евро франк и доллар франк сейчас в боковике после ретеста поддержки последующее снижение не следует но единственное что ждите импульсивного ретеста локальной поддержки доллар джей пивай смотрится ужасно потому что политика японии о которой мы говорили недавно о том что премьер-министр уходит вчера кстати сигнал по факту был довольно хороший о том что фондовые индексы японские будут расти дальше потому что стимулы скорее всего грядут еще в японии несмотря на ситуация которая сейчас у них на рынках довольно хорошая нету не охлаждение нету не сильного обогащения стимулами или же пятыми деньгами но единственное что премьер-министр который уходит на его место приходит скорее все человек который будет дальше одобрять стимулы было новость вчера мы об этом говорили и говорили о том что по факту снижения стоимости скорее всего следует но опять же смотрите тут если доллар начнет укрепляться то на вреде она пойдет ниже ближайших поддержек то есть сто девять сорок сто девять приблизительно двадцать лучше эту поддержку нами отметить и от него отталкиваться вот это приторможение который здесь уже немножко стрёмно то есть ставить на ближайшие его снижение я думаю не стоит вот это уже скорее всего ретест вот это приторможение которое здесь и вот это уже ретест скорее всего дальше нас ожидает разворот по usd jpy можно его ожидать и думаю что он произойдет в ближайшее время на то есть некоторые технические показатели которые показывают на это нефть хорошо себя чувствует снова отбиваться вверх от 70 амплитуда очень низкая я бы не доверял такой амплитуде в рамках боковика ты тут тоже не то не на торгуешься под поскольку тут больше даже из канал своего рода вот такой ему как раз вверху этого канала ближайшие ретесты 70 40 70 20 вероятные но опять же нам надо чтобы цена поджималась 70 60 70 60 70 40 70 20 скорее всего что цена вернется от тех отметок потому что данные сегодняшние по нефти довольно хорошо конечно в случае если нефть будет корректироваться вниз то доллар канадец может немножко пойти вверх но в случае с доллар укрепиться и начнет укрепляться то 1.27 может прорываться но опять же необходимо обращать внимание что эта отметка психологическая была протестирована по факту перед этим и еще раз протестировалась и цена его не прорывает то есть не пробивает поэтому ставить на дальнейший на дальнейший рост особенно исходя из этой из данной расширяющейся формации которые здесь исходя из этого срыва я думаю не стоит именно чисто по поводу доллар-карадец я знаю что у доллара есть еще много впереди в плане роста так смотрится просто технически его обзор несмотря на импульсы нисходящего которые получили в целом и просто 260 доллара сейчас ниже 92 60 скорее всего ниже может еще опускаться либо же там просто болтаться болтаться и болтаться пока не поднимется уже 92 60 нету надежды на все долларов но в целом укрепление говорит просто снижение фондовых индексов которые еще будут продолжаться в средние сроки вот это просто насчет среднесрочного вот такого анализа есть подозрение том же доллар может каким-то образом крепится до bitcoin и фильм сегодня тоже разберем не забудьте обязательно на нашем другом канале тоже посмотрите биткоин эфириум со вчера так и говорю что не очень хорошо смотрится и при этом рассказали о том чтобы фактуры тест 47000 он возможен так и случилось амплитуда очень низкая я не знаю сколько мучительно он будет еще издеваться над быками ближайшее время биткойн как и говорили многие аналитики уже до этого но он не смотрится хорошо не фильм не биткойн поэтому лучше заниматься если вы этом разбираетесь торговли некоторым альткойнами которые сейчас в хайпе относительно растут на фоне каких-то определенных новостей друзья спасибо что посмотрите сегодняшний фильм не забудьте подписывайтесь на наш канал чтобы узнать о дальнейших видеороликов которые у нас бывают и выходят у нас есть онлайн эфиры с александром холочем герчиком с сергей заводкин и также виктором и киевом обязательно нажмите на колокольчик чтобы оповещение вам приходили на компьютер спасибо что посмотрели до следующей встречи до завтра всем хорошей торговли пока пока